В связи с пожаром задержаны три человека, в том числе директор торгового центра. По факту трагедии возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям о причинении смерти по неосторожности, о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть людей, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело о пожаре передано в центральный аппарат Следственного комитета. В Кемерово направлена следственная группа из Москвы. Им предстоит собрать целостную картину произошедшего. Хронологию событий попытались восстановить и наши корреспонденты. У людей, которые остались в торговом центре, нет шансов выжить. Слова спасателей прозвучали как приговор. В Кемерове на тот момент уже утро. Эти страшные кадры появились в СМИ около 13.30 по московскому времени. В густом дыму, практически рядом с языками пламени, люди в панике пытаются выбраться из торгового центра. Одни посетители оказываются заблокированными на крыше. Другие, спасаясь от огня, выпрыгивают из окон. Тогда ЧП известно совсем немного. В кинотеатре, расположенном в ТЦ «Зимняя вишня», вспыхивает пожар. Тела четверых детей находят прямо в кинозале. Но эти данные стремительно начинают меняться едва ли не каждую минуту. И уже официальные источники говорят то о 12, то о 30 пострадавших. В соцсетях поднимается паника. Пользователи пытаются разыскать своих близких, которые тоже должны были быть в этом торговом центре. Среди тех, кого ищут 19 детей и 16 взрослых. Около 18 часов по московскому времени. В Кемерове 10 часов вечера. По данным Следственного комитета, погибли уже 5 человек. Пострадали более 30. После полуночи эти цифры растут. Тела находят в помещении кинозала. Опознать их невозможно. Они очень сильно обгорели. Также много тел возле эвакуационной лестницы около кинотеатра. Люди пытались выбраться из пылающего ТЦ. Они вручную старались выбить закрытые двери. Но задохнулись в дыму, так и не сумев добраться до выхода. Мужики, сейчас точно задохнем. Давай! С каждым новым видео в сети становится известно все больше подробностей. Как спасаются те, кто остался заблокированным в горящем торговом центре. Люди прятались в туалетах. Закладывали щели в дверях мокрыми полотенцами. Они звонили в МЧС и просили о помощи. Среди потерпевших много детей. Стойте! Я не могу. 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 Через густой дым до людей пытаются добраться спасатели. Но очаги возгорания продолжают вспыхивать всю ночь. Полторы тысячи квадратных метров оказались охвачены огнем. Ему присвоили третий ранг сложности. По одной из версий возгорание произошло в кинотеатре. По другой в детской игровой комнате. Якобы кто-то из детей баловался зажигалкой. Ребенок сегодня пошел на сеанс в кинотеатр. Сели, все было спокойно. Забежала резко женщина. Схватила своего ребенка. Молча, ничего не сказав, убежала. Мужчина это, видать, заинтересовало. Он вышел, ну вот как в холд из зала. Там уже люди кричали, что пожар. Он громко это крикнул в зал. И тогда успокоил всех, что без паники, аккуратно все, все выходят. Сначала как бы не обратили внимания, потому что торговый центр, молодежь, воскресенье, выходной день, никто ничего не объявлял. Просто люди побежали, все к выходу. Просто бежали и кричали. Потом просто уже пошел запах какой-то горелый резины, пожар. То есть мы начали понимать уже сами, все сотрудники, что ну действительно, хоть там не какая-то учебная тревога, действительно какая-то катастрофа. Сколько людей может оставаться в торговом центре спасателям до последнего оставалось непонятным. Люди составляют свои списки потерпевших в соцсетях. Среди пропавших без вести во время пожара числится сразу 8 детей из небольшого поселка Трещевский Кемеровской области. Это ученики 5-го А-класса местной школы. Но многие до сих пор не знают, были ли их друзья и родственники в полыхающем ТЦ. В выходной день, по словам очевидцев, был большой наплыв посетителей и особенно семей с детьми. Дым выбегает мужчина с ребенком, кричит, зимняя вишня горит. Все, началась паника, все начали бегать, это ужас просто какой-то. Ну, очень много детей было, детей без родителей. Ну, как сказать, два раза всего лишь у нас прозвучало, получается, звонок эвакуации. Эвакуация, мы не поверили сначала. Думаю, может быть, мусорка там загорелась в туалете. Но на самом деле это был ужас вообще такой. Мы уже выходили просто из темноты, из дыма. Мы были уже все черные. То есть там буквально за 2-3 минуты, я не знаю, дым такой поднялся. Я просто не представляю, на четвертом этаже, получается, люди были в кинотеатрах. Там, получается, на торговом центре два кинотеатра. Батутный центр, каток. Это столько детей, просто выходной день. Мы в шоке, если честно. Сначала бежали дети. Я такая думаю, ну, может, клоун напугал. И вообще без всяких приколов. Я реально думаю, может, клоун напугал. Думаю, может, что-то случилось. Вдруг они просто напугались и побежали. Потом бегут родители. А потом я выше голову поднимаю, там просто из-за автомата не видно было. И смотрю, просто пламя горит. В одной из школ на встречу с представителями власти собрались родственники пострадавших. Они уверены, спасатели приехали слишком поздно. Между тем появилась информация, что реальную инспекцию на пожарную безопасность в торговом центре никто не проводил. Кинотеатр, где найдено большинство погибших, находится на четвертом этаже. На официальном сайте сообщается, в нем было три комфортабельных кинозала на 542 места. Залы оборудованы новейшей акустической системой, экранами во всю ширину помещения и удобными креслами. Но о мерах безопасности ни слова. Каким образом люди оказались в огне на ловушке? И почему некоторым, чтобы спастись, пришлось прыгать из окна? Это еще предстоит выяснить полицейским. Мы же задали вопрос эксперту. Как должна проводиться эвакуация в случае пожара в торговом центре? Торговые центры отличаются от других учреждений. Прежде всего, это массовым количеством людей, присутствующих одновременно. Вот на большой площади, большой площадью. То есть большой плотностью людей. Плюс ко всему разнообразно подключено электрооборудование. Это колоссальная нагрузка на энергетическую сеть. Тоже могут повлиять на причину пожара. Ну и банальное действительно несоблюдение мер пожарной безопасности в торговых центрах. Это хранение веществ, горючих, жидкостей, упаковки той же самой. Ну как пример. Такие сильные пожары были не так давно и в столичном регионе. В октябре в Подмосковье загорелся торговый центр «Синдика». Площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров. В момент возникновения пожара в здании было 3000 человек. Огонь вспыхнул на цокольном этаже. Оттуда он перешел на подземную парковку. Там взорвались несколько автомобилей. Затем пламя добралось до кровли. Произошло частичное обрушение. Клубы дыма были видны за несколько километров от «Синдики». 300 пожарных и три вертолета тушили торговый центр почти сутки. Последующее расследование показало, что причиной пожара стал поджог. Жертв удалось избежать. Пострадали три человека. Все они арендаторы, пытавшиеся спасти свой товар. Владелец здания оценил свои убытки в 4 миллиарда рублей. Летом возгорание произошло в торговом центре «Рио» на Дмитровке. Огонь охватил площадь свыше тысячи квадратов. Из здания эвакуировали 3000 человек. Некоторые были заблокированы. Пострадали 18 человек, в том числе один ребенок и пожарный. 10 человек госпитализировали. Некоторых доставляли в больницу вертолетами. Пожар в торговом центре «Рио» тушили 6 часов. В этом участвовали 400 человек, а также множество техники, включая вертолеты и пожарный поезд. Работу затрудняло большое количество едкого дыма. Первоначально пожару присвоили второй ранг сложности. Но из-за плотного дыма его повысили до четвертого из пяти. Предварительной причиной возгорания на Дмитровском шоссе названо короткое замыкание в проводке на минус первом этаже. По словам посетителей торгового центра, пожарная сигнализация в здании не сработала. Было лишь объявление с просьбой выйти на улицу. После этого пожара последовали многочисленные проверки всех систем безопасности. В здании Кемеровского ТЦ серьезные разрушения. На площади более тысячи квадратов обрушилась кровля. Следователи изучают все возможные версии причин трагедии. Две основных – неосторожное обращение с огнем или неисправная электропроводка. Возбуждено уголовное дело. В ведомстве сообщили, что владелец горящего здания уже установлен. Ему предстоит допрос. Уже поговорили с десятками очевидцев и потерпевших, в том числе арендаторами и собственниками торговых точек. Заведено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть людей. Еще одна статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уголовное дело по факту пожара в Кемеровском торговом центре передали в центральный аппарат Следственного комитета. В Кемерово направлена следственная группа из Москвы. На территории всей Кемеровской области объявлен режим ЧАЭС. Вера Морозова, Дарина Рудакова и Екатерина Великая. Москва, 24.